Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Пункт временного размещения граждан Азербайджана, а также стихийный лагерь, расположенный на границе Магарамкенского и Дербенского районов, посетила группа медиков, прибывших из Москвы вместе с главным врачом больницы в коммунарке Денисом Проценко. В сопровождении министра здравоохранения Дагестана Джамалдина Гаджим Ибрагимова. Делегация осмотрела пост скорой медицинской помощи, который дежурит на месте круглосуточно, а также медпункт на территории лагеря. Постояльцы лагеря, жители соседней республики, которые все еще не могут попасть к себе домой, также смогли получить консультации и профессиональные советы от столичных медиков. Далее делегация посетила центральную городскую больницу Дербента, где встретилась с медработниками. Денис Проценко ознакомился со схемой лечения, применяемой местными врачами, и дал некоторые рекомендации. Гости также ознакомились с ходом строительства инфекционного госпиталя, который возводится силами Минобороны России. Делегация сделала также обход одного из провизорных госпиталей центральной городской больницы, где московские врачи положительно оценили организацию санитарной обработки всех, кто входит в здание. Для безопасного голосования граждан в Дагестан поступили различные средства индивидуальной защиты, пластиковые экраны для лиц, одноразовые маски, перчатки, халаты, антисептические средства и многое другое. В ближайшее время все это поступит в участковой избирательной комиссии республики. Чтобы исключить риск для здоровья граждан в помещениях для голосования, будет проводиться регулярная санитарная обработка. При входе в участок будет проводиться температурный контроль. Процесс голосования будет организован таким образом, чтобы развести потоки голосующих на выходе и входе, а также обеспечить соблюдение социальной дистанции между членами избирательной комиссии, участниками голосования. В селе Солнечное Хасавюртовского района состоялось официальное открытие детской площадки. Открыл площадку глава администрации района Джамблат Салавов, который непосредственно принимает участие в благоустройстве парковых и дворовых зон. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. На смену старым площадкам новая, а также радующие глаза парковые зоны благоустроенной дворы. В городскую среду ждут качественные изменения, которые позволят жителям чувствовать себя комфортно и безопасно. А главное, будет больше поводов выйти из дома и больше возможностей для интересного досуга и занятий спортом на свежем воздухе. Это счастье, это улыбка в лице наших детей, наших жителей. И я знаю, что весь досуг и все свое комфортное время они будут проводить, конечно, именно на таких общественных территориях. Этого у нас, наверное, около 30 лет назад, таких не было. Последние уже 2-3 года эта программа работает. И действительно, это все делается ради жителей. Изменение облика общественных пространств в населенных пунктах – задача федерального проекта, конечная цель которого – существенное улучшение качества жизни людей, создание благоприятной атмосферы для работы и отдыха. Решать, как будет выглядеть обновленный двор или сквер, смогут сами жители в тандеме с местными властями. К тому же, за реконструкцией площадок и дворов можно наблюдать в режиме реального времени. Это позволит не только следить за рабочим процессом, но и узнавать, какая из территорий рядом с вами реконструируется. Это мы в 2018 году установили на все строительные площадки, чтобы жители в режиме онлайн смогли наблюдать за ходом реализации проекта в режиме онлайн. Они были установлены фактически на всех объектах. Также в этом году на сайте Министерства республики есть графа «Городская среда». Площадка после реконструкции огорожена забором, посажены деревья, установлены скамейки, урны. И, что очень важно, выделена детская игровая зона с резиновым травмобезопасным мягким покрытием. А сейчас смотришь, такая красотища. Вот скоро мы постараемся, чтобы этот проект, он оставался таким же. Мы будем за этим следить, мы будем благодарны тем, кто это сделал. Очень большую работу тут провели, очень сильно постарался глава нашего района. Алина Багилова, Мосса Салгиреев, телеканал ННТ, Хасавюртовский район. В Махачкале задержан мужчина, устроивший поножовщину. Инцидент произошел ночью 11 июня на улице Бейбулатова. Между двумя молодыми людьми возник конфликт, в результате которого 27-летний горожанин нанес проникающее ножевое ранение в область брюшной полости другому мужчине. Пострадавший был госпитализирован. На место выехал наряд работников правоохранительных органов. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Трехлетняя девочка погибла в результате пожара в селе Сиртыч Табасаранского района. Трагедия произошла в субботу утром. Сгорел полутораэтажный дом, в котором и находился ребенок. Пожарные службы в Дагестане устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за утечки газа. По данным Роспотребнадзора, ковид-обстановка в республике на сегодня такова. Плюс 96 заболевших. Для сдерживания инфекции все так же стоит минимизировать контакты с людьми и быть внимательны к личной гигиене. Также использовать средства индивидуальной защиты. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин